В Ярославле проходит неделя борьбы с остеопорозом. В профильном центре больницы имени Соловьева сегодня принимали пациентов, которые решили проверить свое здоровье. В программе Дня открытых дверей исследование плотности костной ткани, мастер-классы по питанию, консультации по профилактике заболевания. Алексей Машков с подробностями. В День открытых дверей в Ярославском центре остеопороза многолюдно. В группе риска в первую очередь женщины после 50 и мужчины после 70. Лучше лишний раз провериться, говорят посетители, чем внезапно сломать ногу или руку. Будут крепкие кости, значит будет в хорошем состоянии голова, все тело, можно будет много бегать, общаться, заниматься любимыми делами. Среди факторов развития болезни – генетическая предрасположенность, эндокринное нарушение, неправильное питание, воспалительные заболевания, курение. Врачи советуют позаботиться о своем скелете заранее. Формирование костной массы у нас происходит до 30 лет. Соответственно, вот эта группа пациентов, вообще людей до 30, это те люди, которые еще могут как-то увеличить свою плотность кости, прибегая к физическим упражнениям, к приему кальция и витамина Д. Сегодня на входе в кабинет врача стойка с литературой, посвященной профилактике остеопороза. Здесь расскажут и о том, как предупредить болезнь, и тренировку хорошую предложат, и питание, например, равиоли с сырной начинкой. В одной порции 43% суточной нормы кальция. Ярославский центр остеопороза – один из лучших в России и востребованный у пациентов. Сюда приезжают и из других областей. Только за последний год было принято более 10 тысяч человек. Благодаря специалистам центра был создан ФРАКС – международная система, которая позволяет оценить риск развития перелома. Вот для того, чтобы сделать эту программу, нужны были настоящие эпидемиологические исследования. И они были сделаны в России именно на основе Ярославля. Вот это наш тоже гордость. Работу ярославских врачей оценили и на федеральном уровне. В этом году впервые неделя борьбы с остеопорозом проходит в рамках плана мероприятия, утвержденного Министерством Центра охранения Российской Федерации. Мы здесь тоже являемся первопроходцами. Центр остеопороза известен на всю Российскую Федерацию. В будущем специалисты планируют расширить отделение, чтобы принимать еще больше пациентов. Алексей Машков, Денис Кауров. Главные телевизионные новости.